Всем привет, ребят! Меня зовут Спартак Спартакович. Это наш четвертый урок по тригонометрии 10 класса. Сейчас я вам объясню, что такое тангенс-котангенс. Не будем сегодня снова много болтать, сразу перейдем к делу. Значит, мы знаем, что у нас есть синус. Он вот так вот выглядит. Да, синус? Давайте проведем параллельную прямую к этой линии. Мы сделаем ее вот так вот, чтобы она один раз касалась вот здесь вот. Вот такая линия называется тангенс, а вот эта линия называется синус. Смотрите, там есть новые три значения. Они в катангенсе такие же, как в тангенсе. А я не буду вам их объяснять и не буду вам говорить. Мы их сейчас с вами сразу найдем. Значит, давайте поставим точку пи на 6, как было вот у нас на прошлом уроке. Точка пи на 4 и точка пи на 3. Мы что делаем? Из центра проводим линию вот сюда. В дальнейшем мы бы должны вот линию сюда продолжить, да? И у нас получилось бы вот это значение. А какое значение мы сейчас с вами найдем? И давайте вот опустим вот сюда на синус линию. Просто, чтобы показать вам, что это за угол. Значит, смотрите. Пи на 3. Пи на 3. Это что у нас за угол? Это угол 60 градусов. Верно? 60 градусов. Значит, вот это у нас равно 1 сантиметру. А вот это будет 30 градусов. Верно? Значит, вот это будет 90 градусов. Потому что это высота. Давайте нарисуем этот треугольник вот здесь, чтобы было попроще. Вот у нас вот такой треугольник. Вот здесь у нас 1 сантиметр. Здесь у нас угол 30 градусов. Значит, катет лежащий против угла в 30 градусов. Здесь будет 1 вторая. А вот это неизвестно. Давайте для начала, прежде чем находить тангенс, найдем это. Ну, я это на прошлом уроке делал. Давайте быстренько это распишу. Значит, будет 1 вторая в квадрате плюс х в квадрате равно 1 в квадрате. Получится 1 четвертая плюс х в квадрате равно 1. Это расчет этого примера. Я на прошлом уроке объяснял. Будет х в квадрате равно 1 минус 1 четвертая. Х в квадрате равно 3 четвертых. Х равно корень из 3 делить на корень из 4. Получится корень из 3 на 2. Корень из 3 на 2. А теперь смотрите. Давайте вот на этом треугольнике напишем корень из трех на два. Что такое тангенс? Вспомним с самого первого урока по тригонометрии, вот когда он был в 8 классе. Тангенс это противолежащий катет делить на гипотенузу. У нас вот здесь вот угол 60 градусов, да, и от него нам нужно смотреть. Еще раз, противолежащий катет мы делим на прилежащий катет. То есть, то есть, корень из трех на два мы делим на одну вторую, правильно? Чтобы поделить дроби, мы вторую дробь переворачиваем. Получится корень из трех на два умножить на одну вторую. Умножить на две первых. Двойки сокращаются, и поэтому получится ответ корень из трех. Именно поэтому первое значение у нас здесь будет корень из трех. Я хочу, чтобы вы это понимали, как это все получается. Быстренько найдем второе значение. Давайте сотрем это. Второе значение находится попроще. Значит, ну здесь сложно можно стереть, чтобы нам ничего не мешалось. Пи на четыре, да, берем вот так вот, опускаем вот сюда, чтобы найти просто угол, да. Что у нас будет? Значит, давайте перерисую этот треугольник. Пи на четыре это сорок пять градусов. Мы это уже на прошлом занятии поняли. Здесь сорок пять. Значит, здесь единица, здесь х, здесь х. Помните, на прошлом уроке я объяснял, что это корень из двух на два. Мы это находили. А значит, эта сторона корень из двух на два. И эта сторона корень из двух на два. А тангенсы это против лежащей катет делить на прилежащий. То есть, мы корень из двух на два делим на корень из двух на два. Получится корень из 2 на 2 умножить на 2 корни из 2 Все сокращается, получится единица Именно поэтому следующее значение здесь будет единица Идем дальше Последнее значение, которое будет в танглесе и катанглесе и вообще в тригонометре Это последнее значение, которое вам нужно, ну так, хотя бы просто помнить, не заучивать Это самое главное, не заучивать Пи на 6, это что у нас будет? 30 градусов Опускаем вот сюда Неважно, куда нам просто угол главное показать Просто сделать вот этот прямоугольный треугольник Вот сделали его вот так вот Здесь у нас 30 градусов Здесь у нас 1 сантиметр Здесь будет 1 вторая, я это объяснял уже Здесь будет корень из 3 на 2 А теперь помним, что мы должны сделать Мы должны Мы должны противилежащий катет поделить на прилежащий Да? Давайте запишем Так, сейчас оттуплю Значит, смотрите Значит, 1 вторую мы должны поделить на корень из 3 на 2 Правильно? Да, да, все, я понял Потом, чтобы поделить дроби Мы должны вторую дробь перевернуть Будет умножить на 2 корни из 3 Двойки сократятся Получится 1 делить на корень из 3 Это иррациональная дробь Мы должны домножить на этот корень из 3 Получится корень из 3 Делить Да, делить на корень из 9 А корень из 9 это 3 Получится корень из 3 делен на 2 Это последнее число, которое нам нужно знать в тригономерии Последнее она будет у нас вот тут вот, то есть вот так получится у нас новые три числа, давайте теперь все эти три числа оформим, как полицейские оформляют таджиков, но я это осуждаю, в общем да, продолжаем, продолжаем, значит что здесь будет, значит здесь будет у нас π на 3, здесь будет π на 4, здесь будет π на 6, первое значение на тангенсе корень из 3 на 3, здесь значение 1 и здесь корень из 3, вот здесь у нас будет минус корень из 3 на 3, обратное значение, потому что в синусе снизу у нас отрицательное, значит и в тангенсе будут отрицательные, здесь будет минус 1 и самое дальнее будет минус корень из 3, ну и между минус единицы и единицы будет как всегда 0. Ах, что-то сегодня нос чешется. Ах, хорошо. Ну что, перейдем сразу к тангенсу или найдем значение? Ну, давайте поищем значение. Еще немножко расскажу про тангенс. Давайте вот так. Давайте сотрем все. И немножко расскажу еще про тангенс. Нарисую круг. И, допустим, я скажу, тангенс, например, пи. Тангенс пи. Находим для начала точку пи. Точка пи у нас находится вот здесь. Здесь у нас тангенс. Мы так проведем его. Здесь что-то он касается. Просто я криво нарисовал. Тангенс пи. И теперь мы из центра проводим к точке пи-линию. Так. Но тангенсы там у нас нету. Тангенс у нас справа. Поэтому, вот смотрите, сейчас я покажу эксперимент. Сейчас я покажу эксперимент. Не повторяйте его, не повторяйте. Я сейчас врежусь в стену. Посмотрите, что со мной произойдет. Это не урок физики, но вам нужно понимать, что происходит с пи. Смотрите, если бы я доску перевернул, давайте. Давайте я перевернул, чтобы было понятно, да? Допустим, здесь тангенс. На секунду, на секунду представим, да? А вот это как бы я сейчас побегу в стенку, да? Но там как бы нет тангенса. Посмотрите, что со мной произойдет. Немножко камеру направо подвинем, вот так вот. Это не спланировано. Значит, поехали. Меня отталкивают назад. Меня отталкивают назад. Это, возможно, немножко глупо смотрится, но я хотел показать, что происходит. То есть, вот, отталкивается, и нас в обратную сторону кидает. Вернем тангенс на место, так как опыт закончен, да? Когда вот у нас из центра мы идем к пи, вот, то это, она попадет в обратную сторону. Она попадет вот сюда, и значение здесь будет равно нулю. Понятно? То есть, если значение, вот когда мы идем, там нет тангенса, то мы отражаем нашу линию. Давайте еще раз попробуем. То есть, здесь будет нулю. Например, тангенс 3 пи на 4. Тангенс 3 пи на 4. Мы что делаем? Находим точку 3 пи на 4. Делим на 4 части, берем 3. Она будет вот тут. 3 пи на 4. И с центра проводим вот сюда линию. Но там снова нет тангенса. Что мы делаем? Вспоминаем стенку. Отталкиваемся. Отталкиваемся от этой стенки, и она идет вот сюда. Она идет вот сюда. И значение там будет, это у нас здесь, ну, грубо говоря, на 4 делить, да? Там минус пи на 4 будет. Здесь будет минус 1. Единичка у нас посередине находится в тангенсе и катангенсе. Едем дальше. Тангенс. Что? Давайте. Например, 7 пи на 6. 7 пи на 6. Находим точку. Находим точку. 7 пи на 6 будет вот здесь. Она после пи идет. Вот здесь 7 пи на 6. Мы из центра идем к ней. Тангенса там нету. Бам! Вот так вот. И отражаемся вот сюда. Это значение будет корень из 3 натрия. Потому что вот здесь у нас корень из 3, здесь одна вторая, здесь корень из 3 натрия. Корень из 3 натрия, они ближе всего к нулю. Это такие запоминания пока что. А минус единица, единица, они всегда посерединке, а корень из 3, они дальше всего. Корень из 3 здесь, минус корень из 3 тут. Они дальше всего находятся, они очень далеко от окружности. Вот. Ну, вот такой тангенс. Причем катангенс отражается то же самое. Сейчас мы это покажем. Поехали. Следующая тема. Катангенс. Так, запись там идет? Запись идет. Отлично. Кружочек рисуем. Помните, что такое косинус? Это такая линия. Проведем параллельную линию к ней. Провели параллельную линию к ней. Слева у нас значение отрицательное. Вот здесь вот у нас нолик. Посерединке вот тут у нас. Слева какое значение? Минус 1. Здесь у нас какое значение? 1. Самое дальнее у нас, я только что говорил, самое дальнее отрицательное значение, это минус корень из 3. Самое дальнее положительное, это корень из 3. И самые два ближних, это минус корень из 3 на 3 и корень из 3 на 3. Почему такие значения я только что вам объяснял. Вот в начале урока можете прокрутить назад. Почему именно такие значения? Теперь. Поехали находить сразу точки. Я думаю, тут все поаналогично. Катангенс, например, сразу сложное будем брать. Давайте 8π на 6, сразу тяжелая точка. Прошли целый круг, и еще поделили на 2, значит, будет вот тут вот, 8π на 6. Из центра идем сюда, опа, нету катангенса, снизу нету катангенса. Берем об стеночку, возвращаемся, и вот здесь будет это значение. Понятно? Будет корень из 3 на 3. Идем дальше. Мне прям нравится об стенку биться, готов так целый день. Давайте катангенс 11π на 6. Значит, 9π на 6, 10π на 6, 11π на 6. Вот тут вот значение где-то будет. Из центра берем, бам, вот сюда врезаемся. Опа, об стенку и поехали обратно. Вот здесь вот будет корень из 3, понятно? Минус корень из 3, прошу прощения, минус корень из 3. Вроде не сложно. Так. Единственное, скажу, если вы, например, у вас вот тут вот значение или вот тут, вы из центра идете, и вы не можете продолжить ни в одну и в сторону, потому что, видите, она параллельно будет ей, то нет значений. То есть при π и 0 нет значений. Вот это запомните. И также при тангенсе, да, вот если у нас тангенс идет, и значения будут сверху и снизу, да, вот видите, вот эти точки, они параллельные. Куда ты не продолжай, она будет параллельна вот этой линии. Поэтому вот в этих точках π на 2 и минус π на 2 нет решений. И здесь тоже нет решений. Вот когда слева и справа при катангенсе, и сверху снизу при тангенсе. Это тоже запомните. Ну, это не так часто бывает. Просто такое исключение. А то скажете, что типа я что-то не сказал, у нас не получается. Давайте вы сами попробуйте. Я дам задание. И на сегодня закончим. Надеюсь, вам было весело посмотреть, как я бьюсь об стену. И как что-то, понимаете, и какая-то ассоциация с тем, как поступать, вы запомните, и это круто. Это круто. Я готов побыть, ну, псевдоклоуном ради того, чтобы вы что-то поняли, что-то запомнили. У вас была какая-то ассоциация, связанная с тригонометрией. Я готов, я готов пожертвовать собой ради вас. Так что давайте запишем какое-нибудь значение. Катангенс. Пи на шесть. Катангенс. Пи на два. Тангенс. Три пи на два. Катангенс. Пять пи на три. Тангенс. Девять пи на шесть. Катангенс. Семь. Пи на шесть. Тангенс. Восемь. Пи на шесть. Катангенс. Два пи. Тангенс два пи. Тангенс нуля. Катангенс нуля. И тангенс нуля. И Катангенс нуля. Вот такие значения запишем. и на этом нахождение точек и все такое мы закончим следующая тема будет у нас уже уже близко уравнением то есть мы перейдем вот от прохождения тригонометрического круга уже перейдем к делу начнем уже что-то делать с вами был спартак спартакович это было по моему четвертый урок по тригонометрии я просто сразу записываю спасибо за внимание если вам не сложно подпишитесь или поставьте лайк пусть другие люди увидят это делаю бесплатно не получать этого не рубля поэтому мне будет приятно просто если вы как-нибудь поддержите меня спасибо за урок всем пока